Здравствуйте, уважаемые друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите еженедельную программу «И жизнь Уваровской епархии». С вами студия Ярослав Кравченко. Ближайшие минуты смотрите. Соборное богослужение на отдание Пасхе. Юбилейный турнир по греко-римской борьбе на призы Уваровской епархии. Воспоминаниями о войне, вере в Бога и о том, как проходило служение церкви. В сюжете о Чирыковой Зинаиде Васильевне. В праздник отдания Пасхи правящий архиерею Уваровской епархии совершил соборное богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы села 2 Гавриловка. О том, как прошел этот день в жизни православных гавриловцев, расскажет наш репортаж. Утром, в день отдания праздника Пасхи, православные гавриловцы вместе со своим настоятелем Патриарем Федором Судрогиным собрались перед входом в храм Покрова Пресвятой Богородицы в ожидании особого гостя, правящего архиерея Уваровской епархии епископа Игнатия. Как и подобает на Руси, таких гостей принято встречать с хлебом и солью. Мы, честно говоря, всегда волнуемся перед приездом. Но когда приезжает владыка, такая вот благодать сходит, все на душе спокойно, все везде, как ясно солнышко. Он так улыбается, с такой добротой, так смотрит на всех, с такой любовью, с добротой. Все успокаивается на душе, и все, и наступает благодать. Радость на душе, радость, видишь людей много, как-то все это хорошо. А когда он вид приезжает, всегда у нас вид очень хорошо. И также мы очень рады, что нашему батюшку возродили. Мы его очень любим. Он у нас уже 24, наверное, года уже работает. И любил мы его. На соборном богослужении в этот праздник собралось духовенство Гавриловского, Кирсановского и Уваровского районов. Также на богослужении молились заместитель главы администрации Гавриловского района Николай Косов, почетный гражданин Гавриловского района Николай Данилкин, гости и прихожане. Богослужебный беснопение исполнил архиерический хор Уваровской епархии под управлением Евгения Овсиенко. Богослужебный беснопение исполнил архиерический хор Уваровской епархии под управлением Евгения Овсиенко. Богослужебный беснопение исполнил архиерический хор Уваровской епархии под управлением Евгения Овсиенко. Богослужебный беснопение исполнил архиерический хор Уваровской епархии под управлением Евгения Овсиенко. По окончании литургии епископ Игнатий обратился к присутствующим со словами архипастерского наставления, в котором уделил особое внимание последним событиям в нашей жизни. Нам необходимо, конечно, правильно понять ту ситуацию, в которой мы находимся, сделать правильные выводы, но, наверное, опираясь на нашу историю, можно сказать, что такие напасти приходили к нам за наши грехи, отступление от Бога, непокаяние, такую гордость. И как только наш народ обращался к Богу, каялся, просил прощения, вот такие напасти проходили. Поэтому будем стараться, мы здесь в храме, это понимать, ну и друг другу такие мысли передавать, чтобы люди не обозлились, не упали в уныние или еще в какие-то грехи, а наоборот, принесли Богу благодарение. Также со словами приветствия обратились заместитель главы администрации Гавриловского района Николай Косов и почетный гражданин Гавриловского района Дмитрий Данилкин, в которых они поблагодарили правящего архиерея за его труды, поздравили всех собравшихся с праздником и пожелали крепкого здоровья и долгих лет жизни. В завершении празднества заместитель главы администрации Гавриловского района Николай Косов вручил благодарственную грамоту за понесенные труды на благо Русской Православной Церкви Гавриловского района наставителю Покровского храма села 2-я Гавриловка, протерею Федору Судриевну. В спортивном зале детско-юношеской спортивной школы города Уварово состоялся пятый открытый традиционный турнир по греко-римской борьбе на призы Уваровской епархии. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Традиционно гимном Российской Федерации был дан старым соревнованием. Перед тем, как борцы начали сражаться, руководитель молодежного отдела Уваровской епархии священник Антоний Укошин обратился к собравшимся с приветственным словом. Всех вас очень радостно видеть на нашем пятом открытом турнире на призы Уваровской епархии по классической греко-римской борьбе. Хотелось бы сказать о том, что сегодняшнее наше интересное и нелегкое время, когда наша молодежь начинает подпадать под псевдокультуру Европы и Америки, очень приятно видеть всех вас здесь, в зале. Радостно видеть ваших тренировок, которые занимаются с вами, направляя вас на нормальный путь, естественный, который даст возможность вам укрепиться не только телесно, но и духовно. На дотаме в этот день вышли сразиться около 70 юных спортсменов из города Уварово, Тамбово, Расказово, Кирсаново, Борисоглебско-Воронежской области и Балашово-Саратовской области. В городе Уварово проходит пятый открытый турнир на призы Уваровской епархии, организованный молодежным отделом, отделом по спорту Уваровской епархии. Наша задача и наше желание поддерживать здоровый образ жизни нашей молодежи, в здоровом теле здоровый дух. И, конечно, приятно, что детская спортивная школа города Уварово идет нам навстречу, дает нам возможность проводить этот турнир, и он уже пятый, и мы думаем, что он уже будет традиционный. Этот турнир состоялся уже в пятый раз. За это время увеличилось не только количество участников, но и территориальный охват. В этом году на турнире присутствовали представители Саратовской, Воронежской и Тамбовской области. Наша церковь, и, как и вся православная церковь, стремится на то, чтобы наше будущее, поколение, было крепкое физически, ну и, конечно, крепкое и духом. Проведение подобных состязаний позволяет патриотически воспитывать подрастающее поколение, повышать спортивное мастерство, устанавливать дружеские связи и, конечно же, увидеть результат многочисленных тренировочных процессов. Мы, как родители, благодарны администрации спортивной школы, нашего города, тренерам, которые прививают чувство борьбы, дисциплину. И наши мальчишки за эти пять лет, они стали не только сильными физически, но и духовными. Поэтому мы очень рады, что наши ребята занимаются спортом. И мы гордимся своей молодежью и спокойно за ее будущее. По окончании соревнований победители наградили грамотами, медалями и кубками. Всю правду о военном времени нам еще пока могут рассказать живые свидетели. В селе Верхний Шебря и Уваровского района живет Зинаида Васильевна Чирыкова. Когда началась война, ей было всего 13 лет. Но страшные кадры до сих пор остались в ее памяти. Своими воспоминаниями о войне, вере в Бога и о том, как она посвятила свою жизнь. В церкви Зинаида Васильевна рассказала нашей съемочной группе. В этом небольшом доме в селе Верхний Шебря живет очень интересный человек. В этом году Зинаиде Васильевне Чирыковой исполнилось 93 года. Несмотря на столь солидный возраст, она помнит все, что с ней происходило за эти десятилетия. Самые яркие воспоминания оставила война. Родилась Зинаида в селе Добренко Мучкапского района. В один из июньских дней ее родители пошли в Мучкап на рынок. Кроме покупок они принесли в село плохую весть. В райцентре прошел слух, что немцы напали на Советский Союз. Эту новость не все восприняли серьезно. И лишь когда у местной школы состоялось собрание с сотрудниками военкомата, все поняли, что это правда. Жителям объявили, что 22 июня, ровно в 4 часа утра, началась война. Женщинам дали команду собирать своим мужчинам сумки на войну. Юная Зина смотрела большими глазами на все происходящее вокруг и до конца не понимала, что происходит. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 13 лет. Чего прямо запомнилось, на второй день приехал опять кто-то в военкомат или откуда. Ну и кого-то он сказал, ты, 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 собирайся. Ну, как же, женщин, конечно, все приготовили, собрались они. И вот кого-то там, Пашку, Мишку, вот кого. И все опять в них уж в школе, Добринка, такая дружность, село было невозможное. Ну, подошли, чего, все это на это, прощаться, представлять, что был ужас. Я даже, вот сейчас и все никак не могу забыть. Детишки так хватили, отцов тут какие маленькие, жены и родители. Крик был страшный, ни в какую не пускайте все. Потом уж они вверх встрельнули. Говорили, вы чего хочешь, чтобы няне с нас взял? Ну, все могут отступить. Да, ну, не хуже, попрощались, садили и поехали. Пока одни защищали родину на полях сражений, другие ковали победу в тылу. Юная Зина помогала в колхозе. Сначала собирала сено, потом убирала рожь. Мужчин в селе практически не осталось. Все делали женщины. Одни косили, другие вязали, а подростки, такие как Зина, носили снопы и складывали их в крестец. На месте никто не сидел, работали все. Зимой мальчишки и девчонки ходили в школу, а весной снова начиналась работа в колхозе. Довелось Зинаиде в годы войны разносить и почту. Воронков сколько носила, сколько слез, невозможно. И потом, господи, мы эти девчонки, конечно, и жалко женщины это. А сколько песней было военных. «Темная ночь», да, ну всякие-всякие песни-то. Ну и мы что же вечерками соберемся потихонечку. А там вроде, чтобы не шуметь, и чтобы свет не было, и не скрывали окна, и у Салат, хоть и далеко было от этого. А было так. А мы прям, бывало, соберемся. «Темная ночь», только пули свистят пустят. Ну, короче говоря, я песни любила и люблю. В годы войны люди не забывали про Бога. Каждый просил о помощи, чтобы поскорее закончилась война. И родные вернулись домой живыми. В сороковые местный храм использовали как зернохранилище. А иконы жители на хранение разобрали по домам. Службы не велись, но вера не покидала людей. А когда прям до войны, то мы какие были, мама бывала у нас, как прям тут колкал, бах, и в Добрнике слышно было. Она, девки, давайте собираться. И вот пока соберемся, дойдем, и тут начинается служба. Мама, я ходила. А дедушка, это мамин отец, он старенький тоже у нас жил. Вот на Рождество служб по-темному. А снега невозможный, и морозы, и подъемка. Хоть тут километр-полтора вроде недалеко. Он берет сноп, коренюшку, вот пацан этот, да, коренюшку берет, сноп, и идет, и ставил вешки от своего дома, и сюда до церкви, чтобы ему тогда ночью идти, был поэт, да, поэт, народ верующий был. Весной 1945 года пули перестали свистеть. У школы снова состоялось собрание. Только на этот раз жителям сообщили радостную новость. Война закончилась. Одни пели и танцевали от счастья, другие плакали от горя. Кто пришел, радуется. А кому похоронок? Похоронок много носило. Много, бывало, ждут письма, нет и нет. Я там принесу, я приду, прям вот так вот на тебя смотрят. Ага. А если письма дашь, ой, и не знаю тебе чем, и садись, я тебе угощу. Таи, вот что. Много было похоронок, много. Добринка большая была, народу много было, осталось мало. И женщины молодые. Война закончилась. Началась мирная жизнь. В октябре 1946 года Зинаида Васильевна вышла замуж. Через два года родилась первая дочка Александра. Уже через полгода Зина вышла работать в школу Вальшанку. Дело производителем. Дочка осталась со свекровью. Зинаида всегда была верующим человеком. По большим праздникам ходила в церковь. Чаще не получалось. Работы было много. А дома ждали дети. Зинаида работала в сельсовете счетоводом. С 1957 года стала трудиться на почте. Муж работал трактористом. Несмотря на то, что работа Зинаиде очень нравилась, были не очень приятные моменты. Однажды из сейфа пропала крупная сумма денег. Господи, правда, что Господь есть и Мать Божия. И седьмое число Благовещения. И звонить по телефону под этот день. Приезжай завтра опять тебе в милицию. А на чем приезжать-то? Я встала утром, взяла сальто себе да хлебушка в этом лоточке. Говорю, со свекровью попрощались. А уж ребятишка мама взяла в добрынку. Ребята, ну что, попрощались. И говорю, наверное, все, последний раз. Теперь меня, наверное, уж не отпустят. Раз не находит денег, всю неделю хожу и нет, и нет. Ну, туда пришла. Почта была, где милиция. Тут старенькая почта была. И Николай Сёдорович, отец Сёдорович Киреевич, он на посылках был. Он ушел. Они все почтовые знают, а я-то, где же я в пути, я-то не знала. Я захожу, поздоровалась. Он, ты что ж, Зин, куда же я, в милиции? По дороге ничего не слыхала. Я говорю, что же она дорога глухая, шеврянь доехала? Где-нибудь нашлись. Да вы что, я его обняла, целую, кричу. Все закончилось благополучно. С тех пор Зинаида проработала на почте до 56 лет. В 1989 году, после смерти мужа, жизнь женщины кардинально поменялась. Знакомый священник Тихон пригласил Зинаиду петь в клиросе. Ей пришлось многому научиться. Она стала посещать все службы, изучала книги на славянском языке. В полгода, не в хвальбу, я не то что славянский читаю, я уж поняла и службу, чего к чему. Книжки были, где от чего взять, какой. Ну, я потихонечко, не потихонечко, помаленечко. Ну, и потом это. Встал я, не хуру, он меня. Так, будешь соломочицей? Да, голосок есть, поешь. И я уж все, и даже херуимское молитву, все, все я нужен, ну, прям и в дом приду, пою, и там. Хорошо пел все. Конечно, не ноты, но напев был хороший. Отец Владимир, Михаил, Евгений, Зинаида Васильевна помнят всех священников, с кем ей довелось работать в храме в селе Верхней Шебряи. В 2007 году случилась большая беда для всех прихожан. Сгорел храм. Я пришла на вечерню под женой Мироносита. На родичников Вали, мою Тулупих зовем, она ей ходит и сейчас, вы ее знаете, наверное. Она в церковь час сходила. Она пришла, она с батюшкой разговаривает. Ну, я зашла, батюшка, благословите. Он благословил. Я говорю, все, говорю, вечерню будем сейчас книжки. Иди, Зинаида, все там раскладай. Я не хуже подошла, как обычно, к всем иконам. Вон сколько было, пока все прошла ко всем. Ну, я же зашла, книжки вынула. И Зоя подошла. Она вроде тоже как училась. А я говорю, давай с тобой стихир на стиховне. Пасхальные. До воскресенья, с Бога расточаться в разе. А он как-то сложен был вроде. А она совсем, я говорю, давай пропоем. А то, говорю, сейчас батюшка будет волноваться. Монук, что не так с тобой? Ну, и это. С ней это ее там пропели, как могли. А прям вот не хуже. Стол, а мы за столом стоим. А там дверь боковая. И прям висит Мать Божия на ней, заступницы усердные. Я прям, вот, глянул так вот. У меня тогда ни шиня, ни слепая была. Прям так глянул, и говорит, зон. Ну, что ты, из-за заступницы. Какой-то вроде дым. Дверь закрыта. А вот, вот так вот, как нахуй. Что-то дым. А она, она. А и батюшка вошел тоже к иконе. Какая-то, с Рейхэм. Годит сейчас тоже к ней. Она, батюшка, он прям как, не хуру, как рванул. Открывает дверь. Как пламя дало. Вызвали пожарную. Но оказалось, что уже поздно. Церковь сгорела очень быстро. На глазах у служащих и прихожан. Ничего не удалось спасти из храма. Восстанавливали церковь всем миром. Вот горела, вот, свеча. Вот как свеча. Вот не так вот, а вот прям вот, как она, как вот была. И вот так вот садилась. Прям вот так вот садилась. Вот так. Ну, как страшно невозможно. Я думала, я, у меня сердце разорвется. Я не только в это время. И пока, прям с первого дня туда ходили разобирать эти камни. Ну, мы собрались, несколько человек, мы каждый день. Церковь восстановили за несколько лет. Только в новом храме наша героиня уже не работала. В 92 года Зинаида Васильевна потеряла зрение. Больше всего переживает, что не может больше читать церковные книги. Но молиться не перестает. Многие молитвы она помнит доизусть. Воскресенье Христово видишь, и поклонимся Святому Господу Иисусу. Единому безгрешному кресту Твоему поклоняемся Христе. И Святое Воскресенье Твое поем и славим. Ты, Боясь, и Бог наш, разве Тебе иного не знаем? Имя Твое именуем, приидите всевернее. Поклонимся Святому Христову Воскресенью. Себо прииди крестом радость всему миру. Всегда благословящий Господа поем Воскресенье Его. Растяйте, я Бо, притеркев, смертью смерть разруши. В копилке Зинаиды Васильевны Чирыковой множество наград. Медали за труд в годы войны и мирное время. Женщина уверена, что преодолевать все трудности в жизни ей помогает искренняя вера в Бога, которая не покидала ее никогда. В завершении нашей передачи хотим напомнить слова святителя Игнатия Брянчанинова. Искушения необходимы для нас. Они попускаются нам промыслом Божиим, чтобы мы, угнетенные ими, прибегали к забытому нами Богу. А на этом у нас всего-всего вам доброго. И помните православный, Христос посреди нас есть и будет. Христос посреди нас есть и будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok